Соответственно, как говорится, Олимпиаду сейчас отменили до 2021 года. Если, как говорится, коронавирус отпустит на будущий год или, как говорится, найдут вакцину, соответственно, в Токио будут проходить эти Олимпийские игры. Ну и, значит, наши воспитанники там будут принимать участие. Ну и, соответственно, один из них, это Усманов Вахадур, весит 63 килограмма. Он является моим личным учеником. Кроме того, Мирзо, у тебя же занимаются еще боксеры-женщины и на очень хорошем уровне. Да-да-да-да, продолжаю. Честно говоря, в то время, когда я начал с мыслью тренерской работы и занимался, у меня мыслей даже не было о том, что я буду женщин принимать. Ну, такое вот, как говорится. Ну, раз уж, как говорится, навязали девчонку, соответственно, она и занималась, ну, занималась как мужчина, хотя и является женщиной. Сейчас на данный момент у нее два ребенка в мае месяце. Второй ребенок родился у нее. Она и стала призером Олимпийских игр в 2012 году. Хотя у меня их двое принимали участие на этой Олимпиаде. Это Юнусов Анвар весит 56 килограммов и Чуриева Мамзуна. Ну, из двух, как говорится, один стал призером. На данный момент у меня одна международница еще занимается и мастер спорта, чемпион республики, 51 килограмм, девчонка, и 57 килограмм, это международница. Она уже, как говорится, выполнила норматив международного класса на Кубке мира. В прошлом году мы принимали участие в Кубке мира, это вот, нефтиных государств, который проходил Белоярский Россия. Она стала второй. Мирзок, как ты считаешь, если боксер начинает из новичка, вот, твои спортсмены, например, которые стали чемпионами Азии, стали призерами мира, в каком возрасте они начали заниматься и сколько у них пошел времени, чтобы достигаться на высший уровень и на самые высшие результаты? Возраст 10-11 лет. Как раз начальная подготовка, значит, по теории физическое воспитание, фактически вот такой момент в боксе, с 11-10 лет до 15 лет дать можно хорошую базу. Значит, чем больше двигательных действий они примут в себя, с этим багажом они пойдут в юниорский и во взрослый бокс. Чем больше этих двигательных действий, как общей физической подготовки, так и специальной физической подготовки и специальной. Как ты считаешь, из чего надо начать подготовку боксера, неопытного боксера, который еще не начал заниматься соревновательной деятельностью? Значит, в первую очередь, значит, как у нас вот принято, когда мы принимаем в школу бокса, юноши, ну, это детей с 10-11 лет, первоочередно это, значит, проходение медицинского осмотра. Потом уже, как говорится, небольшие контрольные нормативы, из чего они, как говорится, сложены, какая у них быстрота реакции, какая у них скорость в коротких дистанциях. И, ну, небольшие кроссы в виде до 500 метров. Эти вот, когда приняли все эти нормативы, соответственно, создается группа. И в этой группе бокс начинается в игровой форме, можно сказать. Значит, немного техники. Значит, стойка, боевая стойка, показ, рассказ. Обязательно надо объяснять, для чего стойка она предназначена. Соответственно, защитные действия, атакующие действия, прямые удары, боковые, нижние, пока не надо трогать. В первую очередь, освоение навыков прямых ударов. То же самое и защитные действия. Простые пока. Подставки, ладони, подставки плеча. Ну, и, соответственно, надо выявлять, является ли он правосторонней стойкой или левосторонней стойкой. Очень много было случаев, когда тренера просто-напросто губили своих боксеров. Чем? Не спрашивая, сразу ставили такую стойку, что левая рука впереди, правая рука сзади. Это первоочередные задачи тренера. Простые. Да, тяпи. Теревед ума, Estonski, ситси. Ни, et tõlge eesti keeles sama. Кюсимус oli siis, Mirsol, et millest... Хорошо. Millest kõigepealt boksija ettevainistus algab ja millisest vanusest. Ja vastus selleks oli, et näiteks tema boksijad, kes on siis kõrgeid resultaatis saavutanud, on talustanud oma boksikarjäriga 11-15 aastaseni. Ja see on siis 11-15 põhilise ettevalmistuse periood. Ja nende gruppiid moodustatakse siis vastavalt normatiividele, mida boksijad nii funksionaalselt kui füüsiliste omaduste poolest näitevad. Ja nende omaduste põhjal siis treener vaatab, millised omadusid on vaja veel arendada, millised on boksija tukenad, millised boksija nõrgemad küljed. Ja tehteline ettevalmistus algab boksiseisangust. On vaja selgitada ning näidata, kuidas on õige boksiseisang. Kindlasti valida boksijale õige seisang, kas parema või vasake käeline. Ja seletada boksijale ära, milleks boksiseisang vajalik on ja teha erinevaid harjutusi, et see boksiseisang oleks stabiilne. Kõik Edelit, kest ettevala kongun ja teha. Kõik teha võikad miksid, kun teha võikad miksid? Ma kõikad miksid? и по каким правилам. Значит так, значит, когда юноша, то есть вот дети, начинают заниматься боксом, ни в коем случае не надо торопиться сразу их выводить в ринг. Они в группах проходят все эти вот атрибуты, которые от нас требуются, стойка, нанесение прямых ударов, защитные действия. Значит, соответственно, по заданию в ринге между собой они отрабатывают это не вольный бой, а условный бой. Значит, дается задание первому номеру работать таким-то образом, к примеру, прямые удары в голову передней рукой. Второй номер, к примеру, там защитные действия, ответные удары. Соответственно, учатся ответным ударам. Первый номер атакует, защищается, контратакует. Вот такие вот простецкие упражнения. И уже, к примеру, по протяжении, в течение года, в течение года, не менее одного боя надо проводить в этом возрасте. 10-11 лет, не более одного боя. Если, к примеру, я работаю специализированной в детской, юношской спортивной школе номер 9, это нашего города. Там торопятся, очень много торопятся. Не успел ребенок, как говорится, прийти, и они уже выставляют на соревнования. Видят, что в группе он такой боевой. Не надо торопиться. Дело в том, что психика ребенка, она очень уязвимая. Потом, соответственно, подбираются по разрядам. Для выполнения третьего разряда один бой в год достаточно. И чем больше они будут заниматься технико-тактической подготовкой на дальней дистанции, через полгода уже, соответственно, переходим таким ударом, как боковые, нижние удары, освоение таких навыков. По окончании года, уже на следующий год, начальной подготовки второго года омучения, там уже где-то до трех боев проводят. До трех боев – это в год, в течение года? Да, 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 да. Помимо того, что они осваивают вольные бои, условно вольные бои проводят, соответственно, эти вот три боя, которые они будут проводить в течение года, это уже официальные. К примеру, первенство Эс-Дуйшор номер девять. Продолжение следует... Продолжение следует... а мы не знаем, что у нас есть технические спаррингы и тинг-выслусы формы. Ваба спаррингов еще один астал не опитается. Нейте, что номер 1 лыдет, в основе отца лыдет 2, он опит в эринево-кайдсад, и в основе он опитается. Покси пылья пылья из-за астала, и он опитается в эринево-кайдсад, отца лыдет кау-дистансил, лиикумене, эринево-кайдсад, ненавасту леокид и седа асутатся кюллелеки и альтлелеки и урд, которые занимаются полдистанцией пиал esimест астат вошел кюня 3 астат 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 Если говорить про боксеров, которые уже на уровне специализации, это молодые боксеры, кадеты, 15-16-17 летние, сколько они у вас умеют, боевой опыт есть, когда они участвуют, например, на чемпионате Азии? Значит так, проводится первенство школы раз, потом проводится первенство города два, проводится первенство республики три, и после этого они уже имеют право принимать участие, сильнейшие принимают участие на чемпионатах Азии. Значит, до 15-16 лет они уже проходят этап 11-12 лет, там где-то три боя провели, 14 и более, там уже набирается где-то 10-15 боев официальных. И, соответственно, с таким багажом они уходят на чемпионат Азии. Но пока еще кадеты, они не принимали участие на чемпионатах Азии в связи с финансовыми положениями. Хотя должны были принимать участие. В связи с финансовыми положениями. Все plane TrustIT. И они насяты с финансовыми волос, дизэюисвест из фок indicating погибших сорев. Ст-, хорргъекцион throw,是不是 втор incubator, и бывающих соревнов, когдад ne DF в おвτ. И, конечно, будут фок interpretать участие на archaeological growth интересах. И, соответственно, их обстоят получение увеличяет участие на участие на HärteNAх. зал это если говорить про подготовки высоко квалифицированных боксеров как у вас построена подготовка именно тех ребят которые участвуют на чемпионате мира на олимпиады какие у них этапы подготовки сколько они длятся и в каких условиях они проводятся какое финансирование значит с финансированием у нас пуга спонсоры вообще вот бокс у нас в республике очень так вот с малым бюджетом добивается побед в основном у нас искусственные сборы проводятся искусственно это значит без оплаты питания проживания у нас всего четыре области там где развивается бокс соответственно мы после чемпионата республики приглашаем на эти искусственные сборы каждая область сама выделяет это финансирование соответственно проводим и подготовительный период и предсоревновательный соревновательный участие международных турнирах в основном идет за свой счет только элита боксеры вот эти вот такие вот как которые завоевали на олимпиаде по делам молодежи спорта республики и оттуда идет уже финансирование но не в больших масштабах так насчет подготовки сборы у вас проводят подготовки значит два года я вот как старший тренер два года то есть в год два раза провожу атлетическую подготовку того что хватает на полгода если есть соревнования в январе месяце значит декабре месяце атлетическая подготовка значит провожу 24 25 дней там 10 дней общей физической подготовки и специально физической подготовки 14 дней соответственно все это направление специально физической подготовки идет с отягощениями с амортизаторами ну соответственно кросс техника тактическая подготовка туда туда же входит после этого семь дней как говорится в осознительный период уже можно участвовать на соревнованиях и по ходу как только подготовительный период у нас вот с атлетическая подготовка закончилась приняли участие впервые на соревнованиях общая физическая подготовка она снижается до уровня 30 процентов перед ответственными соревнованиями до 20 процентов 80 процентов отдается предпочтение специально физической подготовки техника тактической подготовки ну и соответственно 14 15 дней эти сборы длятся после этого участие в соревнованиях иногда и 10 дней иногда и 7 дней а перед соревнованиями подводящая неделя это называется но как положено планирую всегда 6 8 международных турниров в году вот прошлый год в 2019 году чемпионом азии он стал ну и соответственно все со всеми боями у нас произошло 34 35 боев хотя это очень много 25 это максимум но в связи с тем что было так вот насыщение хотел боксировать боксер но если год можно сказать холостую прошел боев было очень мало хорошо сейчас пирог на истонске ниглядь кисимус oli siis et mis on vaja боксия на истонске И это было, что это было бы потом, а уезжая, а была председатель, а в этом году 6-8 воссия, урнает, и по что-то было искать 25-35 матчи, где ты будешь готовить 25 матчи, то есть это Help урнает пищево поводу отрицания, но неправильно 20-35 матчи были, в этом году был, так как это было бы то, чтобы урнать вставь. И, конечно, это очень важно. Я хотел задать еще вот такой вопрос. И как вы думаете, если боксер проводится на сборах немного дней но все-таки станет боксировать и боксируется достигает выше результаты в чем основная путь и часть индивидуального тренера который тренирует своего боксера в своем клубе или зале бокса над чего он должен концентрироваться и как подготовить своего ученика чтобы подготовить его круглогодно здесь в основном все вложено вот эти четыре наших и говорится как мы говорим физическая подготовка 1 техническая подготовка 2 тактическая подготовка при и психологическая подготовка 4 вот на этих как говорится китах и строится все соответственно после каждого соревнования при принимаем участие начиная от чемпионата республики и заканчиваем международными турнирами ведешь анализ обязательно надо анализировать сейчас уже как говорится идут и съемки приезжаешь когда домой просматриваешь то что не хватает надо добавлять то что есть надо совершенствовать соответственно все это решается вместе с боксером садимся после того как просмотрел все записал садишься с ним и начинаешь рассуждать он свое говорит что ему не хватает и говоришь ему то чего ему не хватает обоюдное как говорится решение приводит хорошим результатом и соответственно календарь соревнований годовой обязательно восстановительный период необходим там после каждого соревнования 7 дней 10 дней иногда бывает плавание выезд за город у нас очень много красивые места ущелья в горах соответственно забываем на этот период бокс небольшие пробежки если в условия города значит обязательно плавание небольшие как говорится небольшими тяжестями работа в тренажерном зале как говорится отвлечь от бокса нервная система человека должна прийти в норму и после этого как говорится с новыми силами вступаем небольшой подготовительный период и потом уже непосредственно подготовка какому-то турниру или же к ответственным соревнованиям как как развивать вот ты говорил о том что надо совершенствовать то совершенство в том который боксер уже имеет какими упражнениями и как совершенствуем например если боксер очень хорошо владеет каким-то стилем стилем бокса какие упражнения ему дать ну стиль боксирования однотипный не должен быть стиле несколько стилев надо вырабатывать работа к примеру с левшой работа с с контратакующим боксером работа с темпевой с темповиком работа с силовиком работа с универсалом все эти качества в боксера надо вкладывать чтобы он не был однотипным боксером однотипного боксера для турнира второй же бой переигрывают поэтому для того чтобы он доходил до финала боксировал в финале необходимо его он уже сам как говорится вот снимаем следующий бой с кем он должен боксировать тут же просматриваем и говорим этот боксер работает вот так этого боксера можем переиграть таким образом или вызывать на себя встречу